Во имя Отца, Христина и Святого Духа. Евангелие от Матфея, 17 глава, 21 стих. Сей же рот изгоняется только молитвою и постом. Рот, то есть падшие с неба ангелы, называются злые духи, демоны. Ну и по-другому. И он изгоняется только постом и молитвой. То есть этот враг рода человеческого, когда мы молимся избавить нас от лукавого, никак не уходит, если не взять в руки оружие пост и молитвы. Понимаете, вот с годами приходит опыт. Начинаешь вникать, это тут толковать не еще. Постись и молись, и все остальное будет на место становиться. Оказывается, самые ярые враги, это монахи. У них изрещение есть такое. Послушание Абви, дороже поста и молитвы. Я это слышал, но никогда с этим не совмещал. А потом, как открылось, будто бы. То есть это главное оружие. Здесь заключается жертва Христова. Я ради этого делаю. И они из рук выбивают. Послушание человеку. Ясное дело, что это только враг может сделать. Выбить главное оружие. Сатане это и надо. Но если мы знаем, что самое главное где-то оружие было, отнимем человека, руки опустились. Я сегодня хотел поговорить о посте. А вернее, о том, что люди не хотят поститься. У нас есть книга, среди книг, называется «Кристовым православием». Там 120-я страница о посте. Взято все, что можно было только взять. Все места из писания. Почти все. Жития святых, каноны церкви. Бери, считай, попытайся применить к себе. Феофан Затворник об этом очень сурово говорит. Люди выдвигают четыре прищи и начинают перечислять. Когда надо, я попощусь. Понужнее, так говорят баптисты, все сектанты. А что это? Определенно. У меня нужды сегодня никакой нет. А он на это отвечает. Церковь восстановила, не ты. И ты уже выпадаешь из этого ряда, который в церкви. И далее. Ну, это какая-то там еще начинает перечислять. И это. Остается одно. Не хочу. А против этого лекарства нет. Но когда умрешь, и демоны потащат в ад. Хочешь, не хочешь, но пойдешь. Просто и понятно. Мы сейчас прочитаем несколько мест. Марк. Евангелие. 1,25. Вы слово, которое слышите, Ян Златоуз говорит, несите дальше. Я один еще не успею. В счет 10 человек. 1,25. Но Иисус запретил ему, говоря, замолчи и выйди из него. Вот сегодня человек болеет как? Ну, что-то у него неладно. Он заболел, человек, и начинает придумать. Неразделенная любовь была у него. Еще что-то. Упал, ударился где-то. Ну, и счет отронулся. Психиатр начинает лечить. А почему здесь мы ни разу не видим никаких психиатров? Слово психиатр происходит от слова психея. Психея это душа по-гречески. Или ссылаются на это слово люди, которые не верят в душу, что она есть у человека. Что самое-то интересное. И так человек падает, испускает пену. Таких много. Но вызывают скорую помощь. И что? Таблетки. Травить тебя будут там. Им главное погасить, чтобы ты на себя руки не наложил. Ты этого не понимаешь? Смотри, какое лекарство. Еще раз прочтите. Марк 1,25. Но Иисус запретил ему, говоря, замолчи и выйди от него. Он говорит не с человеком, который болеет, а говорит с тем, который внутри человека. Сегодня заканчивает медицинский университет. Везде учатся там пять лет, так кажется. А там шесть лет. И то, при том, ухо, горло, но дальше не идет. Терапевт другое. Глазник другое. А разбили человека по частям. Он должен всего знать. И должен знать, что в человеке. Когда человек болеет, один из вопросов древних мудрецов и в Китае был, чем питаешься. Это очень серьезный вопрос. И церковь, это любящая мать. И она установила для нас православных четыре поста. Вы знаете, Рождество идет с Нового года. Дальше сейчас Пасхальный Велитий. Далее будет Петров пост. И Успение Божьей Матери в Успенске. Называют госпожинки. В общей сложности среды-пятницы. Воздвижение креста. Усекновение головы. Набирается больше половины в году. И фактически начинает. У нас поста-то нет. Мы только по-настоящему исполнять. Мы минимум меняем. Мне в мусульмании говорят. А вот попробуйте на жаре. Весь день. Не пить и не есть. На самом деле на жаре не пить и не есть. У меня тело попорщенное. В морозилке меня держали. Что один день без воды. И эту ночь я уже спать не могу. Все. У меня в одном месте судорога отрывает буквально мышцы. В другом месте я должен ритм держать этот. Мне ничего не надо. Жидкость уходит. Я по себе, по опыту говорю. И поэтому сегодня отговоры, чтобы не поститься очень много. Вот только начался пост и пошли. А у меня кто-то болит. А меня на операцию готовят. Как я могу поститься? Ну как? Как постились? У нас у мамы было 12 детей. Двое умерли. Дети. То есть фактически через каждые два года ребенок. И как мы помним. Как только от груди мать отсадила его. Ясное дело, что она три года не может кормить. Потому что другой уже на очереди стоит. Все. Все поститься. А кому разрешается пост? Как бы нарушать? Как бы? В это нарушение входят в те дни. Вот у нас в субботу и воскресенье разрешается растительное масло и вино. Разрешается им в другие дни благословение священника. И 69 апостольское правило. И кроме того еще правило Петра Александрийского 15. Говорит об одном и том же. Роженица. Видимо и беременная когда. Зело млад. То есть ребенок. Можно масло ему дать. Зело престарелый. Ну и на это. Как я к себя таким не отношу. А может что-то достали это или где-то. Ну и больной. Больше ничего не разрешается. Ну а как же батюшка разрешает? Батюшка разрешает. Вопреки Писании. Вопреки канонов. И что батюшка будет делать? Апостольское правило 69. Если ты его нарушаешь. А причастие забудь. На два года отлучен. Стой за дверями два года. Два года. Сегодня в церкви-то никого не останется. Я говорю. Постишься? Конечно. Ну а как пост соблюдаешь в Велике? Ну первую, последнюю неделю. И он зато вот говорит. У царя 70 дочерей. И ты почти первую, старшую. И последнюю. А остальных пренебреги понравятся царю или нет? Просто и понятно. Ты если желаешь угодить Богу, прислушайся. Как установил Господь через святых своих. Марка 9, 25. То есть надо узнать болезнь. А болезнь была какой? Внутри сидел дух. А его изгоняют чем? Постом и молитвы мы прочитали. Пост и молитва. Люди, которые имеют излишний вес. Так называется. А другое ожирение. Это еще последняя стадия. Они никогда долго не живут. Я просмотрел в правительстве были такие, которые полные. Они сразу умирают. Там 70 лет. А другие, которые там, говорится, тонкие, звонкие, прозрачные. А они до 90 с лишним лет жили. И сегодня мы видим, это тоже самое. У нас в деревне вы видели. Наша сестра Серафима. 94 года. И чтобы в храме она хотя бы один раз села. Ни один человек ее не видел где-то. И она рассказывает, как она упала с кровати. И как ее теплые руки поднимать стали. Сын услышал в комнате. В другой грохот. Мама. Нет, подожди. Я все еще чувствую, как руки прикоснулись ко мне. Устала. Я говорю, сразу стала заниматься гимнастикой. С огорода пришла. Ну, примерно нашей жизни здесь рядом. А здесь мы сейчас прочитаем, как Господь называет этих людей. Евангелие от Луки 4.35. Марка 10.25 не прочитали. А? Марка 10.25 не прочитали. Луки 4.35. Я сказал, наверное, неправильно. Лука 4.35. Иисус запретил ему, сказав, замолчи и выйди из него. И бес, повернув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. Притом, если говорится в одном Евангелии, неоднократно исследовать не надо. Это не один и тот же случай. И Господь изгонял, как из Марии, говорит, семь духов. Всяко можно рассуждать, но изгнал все-таки семь. И это были кто-то. Те, которые говорили. И показывают сегодня, когда смотришь там в интернете, как бывает, экзорцизм называется, изгоняет. Как они крещат. Что они говорят. Какие хульные слова. Потолок, кажется, провалится. Я тебя знаю. И обзывает его словами такими. Вот злое слово человек ствернословит. Это демон. С ствернословие это демон за лес. Святые так понимают. И Луки 13.16. Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от ус всех в день субботний? Она не падала, не кричала. Просто скорченная была. Написано скорченная. Ну, врачи бы начали исследовать. Это повреждение позвоночника. Господь не так говорит. Сколько лет ее связал сатана. Связал это значит как должен путать, узлы завязать, чтобы не развязалось. Люди этого не знают. Врачи ни один не может сказать. Вот скажут, его выгонят, Шарлатан. Если даже настоящий врач, понимающий это. Я не говорю, что всегда, но в данном случае конкретно, определенно говорится. Не просто человек огневался неправильно. А какой-то кто-то огня подпустил. И его 27. Его называют многострадальными. У него тогда болезнь была. Она там на востоке распространена. Проказа называется. Лепра. И будто бы изобрели лекарство. Японский какой-то ученый. Метсудэ. Какая-то вакцина. Это уже давненько половина. Так это или нет, тоже не знаю. Беру просто с литературы. И отошел сатана от лица Господня. И поразил Иова проказу лютую. От подошвы ноги его. По самой теме его. Вот только появляется где-то маленькое пятнышко. И она чувствует, она все время зудится. Стала и дальше разрастается. У нас была хорошая, знакомая жена священника. Анна, Царствие Небесное. Как огонек горело. И все дальше, дальше захватывает рот. Они на юге-то были. Что сделать? Она платком просто закрывала. И так умерла от этого. Она праведница. Она так, как она любила Господа. Мы в ней всегда находили. Когда на меня нападали, когда я находился в вузах. И она зашла, не побоялась, что там священники. Говорит, как вам не стыдно лжете. Человек там несет такое иго. Вы сидите за столом, пьете, едите. А что священники не соблюдают посту труб. Мне пришлось однажды четыре часа проповедовать в дорожном вагоне. В ресторане. И они не знали, чем угостить. Страстная неделя. И директор говорит, а у нас вчера священники. Они мясное это все заказывали. Ну, я них проверить не могу. Но в это верю. Встречался неоднократно. Знаете? Я стою в церкви. У нас Покровский собор. И стоит главный враг церквей. Уполномоченный прелигиозным культом. Без него ничего. Ни храм не открыть. Ни священнику проповедь не сказать. Стоит в церкви. Я подошел. Александр Петрович. Пост идет сейчас. Да я знаю. А настоятелям друзья они. Рассоздали такую религию. Все разрешается. Я говорю, а как? Ну, я не могу. У меня желудок больной. Я курочку ем. Курочку. Да вот как раз Бог посылает болезнь. Чтобы нас в определенной рамке взять. И что помогло? Нет. Помер. Помер. Вот в этом вопросе. Нам с детства. Мы ничего не знали. Ни Евангелия, ничего. Могу сказать просто. Мамин страх был. И у нас, чтобы нарушили пост. Брат старший нарушал. Он безбожник в рост. А остальные никто. Спросите батюшку. И как? Ну, все здоровые. Повторяю часто. 81 год. 82 год. Я еще ни одной таблетки не съел. А мое питание, кто посмотрит, назовет, что... Какое же это питание-то тут? Как Господь это делает? Я могу просто подтвердить, если исполнять. Мне приходилось пост исполнять не где-то в армии. А в армии исполнять общий котел. И не нарушить ни разу. Приходилось в тюрьме. Там вообще невозможно. Тебе что-то в окошко дадут. В лагере. В воздухе. На самолете лететь из Финляндии в Америку. И подходят сестры. Ну, как их надо. Сюардессы. Ну, там разносят сосиски там жареные. Я говорю, нам нельзя. По-английски с ней разговариваю. Я говорю, нельзя. У нас пост. Пост. А что можно? Ну, растительное. Я заметил, к ним подошли два раза, а ко мне четыре раза. Как они запомнились. Каким уважением. Какие-то ягоды, мороженые, где-то кедровые, там эти зернышки. Почему? Бог видит и знает. У меня просто я опытом делюсь. Лежал уже на дорожной больнице. Утром приходят после операции. Приносят манную кашу. А ей нельзя есть. Почему? Она на молоке. Вам что, отдельно готовить будет? Я не прошу. Пять дней осталось, я и так пролежу. Ну, уже к обеду все приготовили. И какие-то там сиропы или что-то. Ну, то есть, их никто не заставляет. Я не ем, да не ешь. Нет, Бог обязательно воздвигает людей, которые помогают. Соки разные. Это в наше время здесь. Люди очень добрые. Муж говорит про тюрьму, и ни в одной тюрьме не было так. И наблюдает. Утром рано стучат на Благовещение. И они договорились, видимо, чтобы начальство не знало. Большое блюдо, а его не протащишь в это окошечко. Это они отдельно. Селедки какой-то там достали. Все это и жарили. У вас сегодня праздник. И вся камера питалась этим. Знаете, как? Господи, да будут они благословенному Бога. Это даже сказать нельзя. Они это знают. Знают, слышали и старались сделать добро. Книга, самая коротенькая, Иуды, 1.12. Перед Пасанем Кременом. Таковые бывают соблазнов, Соблазнов на ваших вечерях любви. Пишут, что я с вами. Без страха уточняют себя. Это безводные облака, Носимые ветром осенние деревья. Бесплодные, дважды умершие, Исторгнутые. Без страха уточняют себя. Показывает женщину, вывозь от крана, 405, что ли, килограмм. Это бык только какой-то. Даже страшно смотреть. Ведь постепенно же наращивалось. Мы сейчас прочитаем, как Господь смотрит. Иоанн Златоуст говорит, ну ты разделся. Тебя что, в жертву хотят принести куда-то? Или город готовится к осадию? Он высмеивает. Он очень, как говорят, юморной был. И сразу становится понятно. Ты хочешь узнать твой вес, нормально, ненормально? Взвесься. Ну, Рос, подойди, измерь. Какой твой вес? Отними 105. Что останется? Это верхняя шкала. Выше этого не поднимайся. Все. И главное, график дается. Есть нации, где 60% с излишним весом. И там главные болезни это сердце, инфаркт, инсульт. А инсульт это мясо. Инсульт это с мозгами где-то. А которое так бывает со всеми. Но даже сравнивать не приходится. Если заболел 75 человек, а тут только один. Да еще неизвестно от чего. Итак. Псалом 72.7. Мы это сейчас вот прочитаем один раз. И никогда не будем батюшку тревожить разрешить. Правда, не подходят у нас. Люди знают. А в церкви постоянно. Только после их батюшки идут. Ну, Бог благословит. Да как Бог благословит тебе? Да ты еще не постился. Попробуй. Какая радость-то будет. Я столько получаю отзывов благодарных. Мы начали поститься. Да всей семьей. Такая радость. Смена. Ну, у нас пост-то нарочничный. Там такое, как пишут, на 7 блюд хватает. Выкатились от жира глаза их. Бродят помыслы в сердце. Вот так. У них вид другой. Лопается вена на ногах. Я говорил не раз, чтобы сюда, к нам, когда траты забывают, свинину даже не заносили. Не надо. А что, не разрешено? Разрешено. Она не полезна. Раз, вредная. А второе, почти 2 миллиарда мусульман. И ты с любым столкнешься. Я на тебя, они свиноеда называют. А у меня с ними разговоры и близкие разговоры. Только сегодня одна сестра сказала, как вышла она из храма. Такси нету. И ее мусульманин поднял. Можина. Екатерина. Да так интересно рассказывает. И как всю дорогу она свидетельствовала. И как он говорил, а почему другие так не одеваются? Почему-то, если, я говорю, знаю, выйдет, переоделась уже, шапочка и пошла. Почему ты до дома такая не идешь? А он пожилой такой таксист. Настолько, говорит, хорошая беседа была. Я только молилась-ка. Я сажусь, он говорит, нет, сядь на переднее сиденье. А дорога объясняет. Я хочу показать, что я еду. И чтобы видели. У русских тоже есть. Я видел такое в Болгарии. Она едет. Я ей так поклонился. Остановка там была. Она сидит. Мусульманка, видно. И улыбается. Я ей улыбнулся. Понятно, смотреть надо. Она за рулем. И как это все выглядит. Ну, как положено. Я хочу про здоровье тут и говорить нам. Второе коринфянам 11.27. Говорят, да-ка, это слабые люди. Посмотрим. Сильные постятся или нет. В труде и в изнурении. Часто в бдении. В голоде и жажде. Часто в посте. На стуже и в ноготе. Это Павел говорит. В холоде, в посте. Это самый сильный проповедник. Подражайте мне, как я Христу. Это он сказал. Я поприще совершил. Теперь готовится мне венец правды. Не только мной, но и всем, идущим по этой стезе. Лука. 5.37. 5.37. Да. Ну так. Вот это его 5. Вот здесь впереди. 5.33. 5.33. Вот видишь. Они же сказали ему, почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят. Так же и фарисейские. А твои едят и пьют. Странно заметили. Какие же вы верующие. Что с Ахрикором сходите. А Христос сказал, пока он был на земле, с ними жених и жены чертога брачного, они не постятся. Ясно, как питался Иоанн. Акрида это. Саральчай. Дикий мед. Еще несколько мед сейчас прочитаем. Вот здесь. Яиля 2.16. Может даже и не пометил. Нет? Ну виноват. Яиля 2.12. Яиля 2.12. Ну и ныне еще говорит Господь. Обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плачи и рыдания. Чтобы умилостивить Господа, нужно смириться. И когда провозгласил Иоанну, город будет разрушен еще 40 дней, шанса на спасение никакого. Он не сказал, если будет или нет. Просто возвещал, шел, кричал, и они наложили пост. И весь дошла до их руководителя. Ну мэр города сказать. Он сразу забил пост. Три дня они пяти не есть. Ни людям, ни скотине. Какой рев стоял в городе. И Бог увидел. И увидел, говорит, не это только. И не это. А увидел, что люди отступили от злых дел. Теперь не до этого. Это коня, когда нужно приручить. Ему не дают есть какое-то время. Голову подтягивают кверху. Не можно отпустить. Он стоит так. А потом на полуживом начинает ездить. Он смиряется. И так наша плоть. Она не покоряется тебе. Объяви пост. Иные начинают жаловаться. Там я не могу такое. Там такие мысли где-то. Заботятся. Сейчас на чрево победи. А потом по чревам. Все это уйдет. 1 Коринфян 7.5 Иногда случается просто необходим пост. 1 Коринфян 7.5 Не уклоняйтесь друг от друга. Разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не сгушал вас сатана невоздержанием вашим. То есть во время поста муж и жена не знают друг друга. Всего нехто соблюдать будет. А это уже не просто правила канона какие-то. Апостол Павел об этом говорит. Ну и таких постов не было. Они потом установлены. Но я православный. И все вопросы сразу снимаются. Мне особенно в лагере неудобен был Петров пост. Дети только приезжают. Все есть. А ничего нельзя подать. И однако мы обошлись. И не один день, два говорится. А уже 48 лет. И чтобы дети похудели нет. Там пост такой легкий. Срыва разрешается еще. 2 Коринфянам 11.27 Читали уже. 2 Коринфянам 11.27 Читали. В труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе. Это понятно. В посте. Часто, часто об этом. И вот когда начинаешь смотреть, слово пост встречается в постице 47 раз. 47 раз Дух Святой касается души человека. Постись. И начинают даже говорят. Вот Адам был в раю. Но у него был пост. А какой? Не вкушайся этого дела. Вот и воздержание. И нарушение. С чем кончилось? Дальше придет антихрист. Не продать, не купить. Речь идет о шребе. Сегодня из магазина не выйдешь, если у тебя не надет. Вот и все. Нас сегодня подготавливают к этому. И как многие отступят от Бога. Вот если мусульмане крепко верят, свинину ему даже не покажешь. Нам в армии давали обязательно кусок. И он вот так рукав подставит. Вылет на снег сбросил и пошел. А русские, конечно, свою порцию, его схватят. Нам есть о чем подумать. Если мы поняли, что это для изгнания болезни, объявляй пост. А сколько? Люди знают голодание. Ко мне на занятия одна ходила и говорит, у меня рак. И что? А я вижу, как она темнеет и темнеет. Приходит. Ну, у меня там 25-й день голодания. И потом приходит, говорит, у меня все прошло. Организм начинает пожирать то, что негодное. Мы голодание не приветствуем. Пост. И когда? А когда Господь установил через святых апостолов. Богу нашему слава вовеки. Аминь. Спасибо, Христос.